Заявление Оргкомитета оппозиционной партии Алга-Хазахстан в поддержку нефтяников Житебая. Рабочий нефтяной компании Вестойл в Житебая с 11 декабря 2023 года на протяжении вот уже двух месяцев продолжает забастовку с требованиями увеличения заработной платы и улучшения условий труда. Но ни Токаев, ни его старое и новое правительство не реагируют на обращение нефтяников, а вся их реакция заключается в репрессиях, возбуждении уголовных дел, увольнениях рабочих, признании забастовки незаконной. Несмотря на то, что нефтяная отрасль вносит наибольший вклад в доходную часть бюджета, гарантируя финансовую поддержку другим отраслям экономики и социальной сферы, нефтяники Казахстана получают мизерную зарплату 500 долларов, когда как в мире средняя заработная плата в нефтяной отрасли составляет 12 тысяч долларов. Куда девается остальная? Один с половиной тысяч долларов куда девается? Условия труда у нефтяников очень тяжелые. Социальное обеспечение находится на низком уровне, а материальное обеспечение, снабжение еще с советских времен. Важно осознать, что все обращения к нелегитимному президенту Токаеву, а тем более с приставкой «Курмет-Т», его правительству и Акимам бесполезны и напрасны. Токаев действует методами Назарбаева. Те же репрессии, провокации и силовые методы. Мы помним трагический исход девяти месячной забастовки нефтяников Жанна Узеня в 2011 году. Поэтому считаем, что необходимо объединяться с работниками других нефтяных компаний Мангистау. Сила народа в его единстве. Мы, оппозиционная партия Алга-Хазахстан, поддерживаем требования бастущих работников компаний ВСТОИЛ и требуем, чтобы они были выполнены. Алга-Хазахстан!